Привет всем! Добро пожаловать на наш канал, который просто по-домашнему. В сегодняшнем видео я вам хочу предложить приготовить вот такой вот красивый, вкусный, но в то же время очень необычный пирог. В чем его необычность? В ингредиентах вы не найдете ни ельц, ни сметаны, ни молока. Насыпной пирог с яблоками. Пропорции для пирога очень легко запоминаются. Сахар, мука и манная крупа все берется по стакану. Яблок берем такое количество, чтобы когда натрем на терке, их получилось пол килограмма. Масло чуть больше, чем пол пачки. Масло рекомендую положить в морозилку, потом с ним легче будет работать. И ванилин с разрыхлителем. Приступаем! В натертые яблоки добавляем лимонный сок. Если у вас кислые, сок можно не добавлять. А если сладкие, то я рекомендую добавить. Они тогда вкуснее и в пироге получаются. И не так темнее. Все сыпучие ингредиенты всыпаем в одну миску. Добавляем разрыхлитель и ванилин. И все перемешиваем, чтобы все равномерно распределилось. Вот это у нас будет тесто. Я рекомендую его поделить сразу на 4 равные части. Беру 4 стакана и поровну рассыпаю сухую смесь в стаканы. Рассыпали. Получилось 4 равные порции. Форму, в которой будем запекать пирог, усылаем пергаментом. Я закрепила пергамент пергаментами с крепкими, чтобы бумага не смещалась. Конечно же я их сниму, когда буду отправлять в духовку. Насыпаем первый стакан нашей сухой смеси. Это будет первый корж пирога. Распределяем его равномерно по форме, по всей поверхности. Смотрите, чтобы примерно одинаковая толщина у вас получалась. Натертые яблоки разделить примерно на 3 равные части. Каждую часть будем укладывать на насыпной слой. И помогайте руками распределиться по всей поверхности равномерно. Сверху яблоки можно притрусить корицей. Сахар не добавляем. У нас уже в сыпучей смеси сахар. И вот он достаточно. Пирог будет сладкий. Я посыплю яблоки корицей. Но повторяю, это не обязательно. Если у вас еще нет, то можно пропустить этот момент. Сверху еще один слой сыпучей смеси. Равномерно распределяем, чтобы яблоки были все закрыты. Очень легко пирог готовится, а получается очень вкусно. Чем проще рецепт, тем вкуснее блюдо. Выкладываем еще один слой яблок. Также распределяем. Яблоки при выпекании выделяют сок. И благодаря этому сухая смесь пропитается яблочным соком. И она пропечется. Продолжаем выкладывать слои, пока ингредиенты не закончатся. Самый верхний слой должен получиться насыпной. Пришла очередь масла. Я вам советовала его подержать в морозилке. И вот для чего. Масло свою изюминку дает. Получается такой сливочный, очень вкусный прививкус. Вот так выглядит наш пирог перед отправкой в духовку. Не пугайтесь, если вам кажется, что слишком много масла. Поверьте, это вам только кажется. Клипсы снимаем и отправляем в духовку на 180 градусов. Ориентировочно где-то 40 минут. Смотрите по своей духовке. Вверх подрумянится. Значит пирог готов. Вот такой красавец пирог получился. Вот таким мы его достали из духовки. Образовалась корочка. Пусть полностью остынет. И мы его переложим на другое блюдо. Пирог готов. Он уже полностью остыл. И как видите, он хорошо сохранил свою форму. Я его переложила на блюдо. Очень красивая румяная корочка сверху образовалась. А запах обалденный. Сливочно-ванильный. Аромат просто сногсшибательный. Казалось бы, такой простой, но такой необычный. Сейчас мы попробуем разрезать пирог и посмотрим, какой он получился внутри. Очень хорошо держит форму. И видно все слои. Темные это слои с яблоком, а светлые это то, что мы насыпали. Полностью пропекся. Аромат мне очень напоминает французскую булочную. Хрустящая такая корочка наверху. Давайте попробуем. Нежный такой десерт. Даже не знаю, с чем его сравнить. Необычный. Но что я вам скажу. Рецепт мне очень понравился. И я его буду готовить. Готовится, как вы сами видели, очень просто и легко. Его даже школьник приготовит. Поэтому, друзья, готовьте. У вас обязательно получится. И до встречи в следующих видео.